Я вновь приветствую всех у себя на канале Очередная посылочка Так уж сложилось, что Один за другим будут два видео Скажем так, тактическо-ременной тематики Пришел тактический поясной ремень Реплика модели От фирмы 5.11 Модель называется TDU Belt Сейчас будем распаковывать Смотреть как все это дело у нас выглядит Больше ничего нет Сам ремень У нас цвета койот Упаковка чисто символическая Убираем ее Вот Смотрим на сам ремень Ну Скажем так, первый взгляд Я вижу, что Здесь даже присутствует Нечто похожее на оригинальную маркировку Вот 5.11 Размер M 32-34 Видимо это длина Скорее всего Указано в дюймах Вот Здесь также мы имеем Ну вот какую-никакую бумажечку Да С Размерами Присутствует Оригинальная маркировка 5.11 На пряжке ремня Вот Так Край ремня Ну в принципе Как и в оригинальном Просто оплавлен Вот Единственное, что В оригинальном ремне Насколько мне известно Он обрезан Чуть-чуть по-другому Должен быть обрезан Под углом Сначала вот так А потом вот так Ну Теперь по качеству Самого ремня А И вот еще Присутствует Вот такая вот Схожая С оригинальной Нашивка Так Вот это у нас Можно Сейчас Отлепить Оно не нужно Убираем его в сторону Вот И вот это в принципе Тоже Сейчас можно снять Это нам Не нужно Смотрим Значит Ширина Стропы У нас 38 Миллиметров Значит Ремень Односторонний Потому как есть Некоторые модели Точнее Есть модель Этого же ремня От 5.11 Которая выполнена На две стороны Она сделана Из двух Ременных строп С одной стороны Одного цвета С другой стороны Другого цвета Это очень удобно Можно менять В зависимости От Цвета брюк Которых Он будет Использован Но на самом деле Ремень Ремень Достаточно Прочный Выполнен Насколько я вижу Из хорошей Достаточно Толстой Ременной Стропы Но в то же время Она гибкая Никаких Никаких Ну скажем так Особо Толстых И тяжелых Аксессуаров Типа там Я не знаю Какого нибудь Тяжелого пистолета Килограммового Или еще Чего то В этом роде На нее не повесишь Вот Здесь все Качественно Прошито Мощно Могу сказать Что прошито Армированной Ниткой Я уже успел Это выяснить Китайцы На этом не экономят Шьют Вот такие вещи Достаточно Неплохими нитками Сама Пряжка Здесь Металлическая Выполнена Из какого то Сплава Не из стали Хотя в оригинальном Ремне Насколько мне известно Она должна быть Пластиковая Здесь она Металлическая Ну Наверное Все таки Лучше Из сплава Чем из китайского Пластика Здесь Край Тоже Оплавлен Не знаю Хорошо это Или плохо Это покажет Эксплуатация Вот Ну Оплавлен Уже начинают Появляться Вот такие Вот Досадные Неожиданности Скорее всего В процессе Эксплуатации Начнет Лохматиться Вот Ну И здесь В принципе Та же Самая История То есть Начинаешь Его Немножечко Изгибать И все Начинает Появляться Вот такая Вот Штука В некоторых Местах Конечно На ремне Присутствуют Вот такие Как Как будто Чем-то За Ну Как Зацепили И растянули Структуру Нитки Вот Здесь С обратной Стороны Мы видим Вот такое Вот Недоразумение В принципе Все это Можно отсюда Убрать Более-менее Будет смотреться Нормально Но опять-таки Это внутренняя сторона Ремня Его не видно Сам Шеврончик Пришит Несколько Не посередине Тут Китайцы Схалтурили Немножко Уходит В сторону Точнее Немножко Как бы Смещен Вниз Здесь Расстояние Больше Чем здесь Наверное Это Несущественно Вот Хоть убей Не помню Сколько он Стоит Ну Добавлю Потом В видео Вставлю Его стоимость Вот Ну В общем и целом В принципе По-моему Он стоит Недорого Как бы Не знаю Будем смотреть Пробовать В принципе Да что здесь Особо Про ремень Рассказывать Видео Больше Распаковка Первое впечатление Впечатление Наверное В общем Хорошее Об этом ремне У меня на самом деле Такого плана Ремень Это Первый Решил отдать Предпочтение Вот такому Типу Потому что Не очень Сильно Доверяю Китайским Замкам Которые Могут Ломаться А вот Такая Система Она Как бы И обеспечивает Нормальную Фиксацию На пряжке И в то же время Простая Как правда Нечему здесь Ломаться Как то так На мой сугубо Личный взгляд Вещь В принципе Неплохая Штаны Пойдет Спасибо большое За просмотр На этом все Подписывайтесь на канал Если вам было интересно Или полезно Ставьте ваши пальцы Вверх Если нет Ну что ж Ставьте пальцы вниз Буду рад Любой Объективной Критике Если есть Какие-нибудь Дополнительные Вопросы Задавайте В комментариях Засим Я прощаюсь С вами Спасибо большое За просмотр Еще раз Всего вам доброго До встречи В следующих Видео Задавайте